По нашим ходатайствам судами апелляционной инстанции Туркестанской области приведены в соответствие 39 судебных актов в отношении более 40 лиц. В том числе по ходатайствам прокуратуры области, поддержанной Генеральной прокуратурой, приведены в соответствии 9 судебных актов на 12 лиц. В том числе, здесь хотелось бы отметить, что надзор за судебных актов и государственное обвинение не значит только карательная практика. Больше всего уделяется внимание защите конституционных прав и свобод граждан. В данном случае по представлению Генеральной прокуратуры, которая была поддержана, вернее, ходатайство прокуратуры области было поддержано Генеральной прокуратурой. И по двум делам, по двум незаконным осуждениям добились оправдания лиц, тем самым защитили конституционные права двух граждан. Что это за судебных актов? Да, один чиновник, а второй, получается, был субъектом бизнеса. В данном случае нашими актами защищены конституционные права их, эти лица оправданы. В текущем году мы добились отмены оправдательного приговора в отношении четырех сотрудников полиции по фактам пытки, которые были оправданы. Далее по представлению, опять-таки, по ходатайству прокуратуры области, поддержанной Генеральной прокуратурой, путем внесения протестов в Верховный суд. Значит, Верховный суд поддержал наше мнение, отменил незаконные оправдания. И в настоящее время данное дело находится на стадии рассмотрения в областном суде. А почему их оправдали? За отсутствием в их действиях состава преступления. За недоказанностью их вины. А факт, что пыток не было? Пытки имели место, значит, но суд оправдал их по мотивам отсутствия состава преступления и за недоказанностью вины. Теперь надзорный орган. Надзорный орган, значит, по нашему, повторюсь, еще по нашему представлению, был внесен протест Генерального прокурора, который, значит, на основании которого Верховный суд отменил данное оправдание и направил дело на новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции нашего Туркестанского областного суда. И настоящее недавнее дело находится на стадии рассмотрения. А сами полицейские, они сейчас где? Сами полицейские, они, нет, у них была избрана мера прещения, не связанная с изоляцией. Не связанная с изоляцией, ну, они в статусе обвиняемых, подсудимых по делу. Но на свободе? Да. Вот. Значит, еще следует отметить, что по нашей области в текущем году впервые установили, значит, впервые установили судебную практику с привлечением к уголовной ответственности представителей дорожных служб. В данном случае, значит, руководство филиала, южно-хазастанского филиала КАЗ «Авташол» за допущенное незаконное предоставление ордера вдоль трассы Самары-Шимкент, на территории которой в данном месте в прошлом году произошло два ДТП со смертельным исходом четырех лиц. То есть данная практика внедрена впервые, и именно тогда, когда привлекаем к уголовной ответственности дорожные службы. Практика назначения наказания свидетельствует о отсутствии у нас репрессивности, но неизбежности уголовной ответственности. К лишению свободы за текущие шесть месяцев было привлечено 228 лиц или лишь 30% из всех осужденных лиц. Все остальные 69% приговорены к наказанию, не связанному с лишением свободы. Это ограничение свободы, штрафы и общественные работы. Стоит упомянуть о наличии в уголовном законодательстве гуманных норм, такие как примирение сторон, смягчающие обстоятельства, сделка со следствием, процессуальные соглашения. В данном случае в настоящее время широко используются процессуальные соглашения. Это когда виновное лицо признает свою вину и готов пойти на сделку со следствием на условиях сокращения сроков наказания наполовину, либо сумм штрафов наполовину. В данном случае орган следствия не обременен необходимостью собирания дополнительных доказательств, в том числе экспертных исследований и так далее. Но прежде всего данная норма направлена на то, чтобы исключить или минимизировать пребывание обвиняемых в орбите уголовного преследования и значительно сократить сроки следствия. Тем самым, значит, снизить нагрузку на органы следствия. С 2021 года значительно ужесточена мера ответственности за преступления против собственности в сфере животного мира и так далее. В частности, за скатократство судебная практика установилась такая, что за скатократство мера наказания назначается в виде лишения свободы. Данная мера обусловлена необходимостью защиты прав граждан, поскольку данное деяние относится к наиболее общественно опасным деяниям, которые, скажем так, значительно ухудшают благосостояние граждан, особенно преимущественно в населенных пунктах, когда скотина или домашнее подворье является единственным источником возможного пропитания этих граждан. Поэтому вполне справедливо, на мой взгляд, значит, установлена судебная практика по делам данной категории. Также в текущем году, ну и в текущем вообще в целом, по делам мошенничества, особенно, значит, в сфере финансовых пирамид, создания финансовых пирамид, в настоящее время судом города Туркестана рассматривается уголовное дело в отношении 25 обвиняемых подсудимых. Значит, в совершении, в организации, в создании организации, значит, финансовой пирамиды с вовлечением в ее деятельность трех, более двух тысяч граждан наших, значит, и вовлечением туда их собственных средств более трех миллиардов тенге. Значит, используясь, в данное время рассматривается данное уголовное дело, нами для рассмотрения и поддержания государства выделены наиболее опытные сотрудники, их два сотрудника. Ну, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к населению нашей области о том, чтобы они были наиболее бдительны в вопросах, значит, вовлечения собственных средств в сомнительные финансовые организации. Обязательно требовали, значит, правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы, место, юридические адреса, разрешение на вид определенной деятельности и так далее. Главное, чтобы люди не стали жертвами простого элементарного обмана. Что они делали? Они вливали деньги, вкладывали деньги? Выкладывали деньги, преимущественно в онлайн-режиме, ну, вы понимаете, как бы вот схему и систему финансовых пирамид, как правило. Вот. 25 женщин, они задержаны? Они все задержаны, содержатся в следственном изоляторе. Граждане нашей страны? Хотелось бы еще сообщить о наличии уже с 20-го года фонда. Значит, в 19-м году у нас принят закон о фонде компенсации потерпевших. Основной функцией, которая является, основной задачей данного закона является, значит, компенсация потерпевшим, ставшим жертвами, значит, преступных посягательств. В данном случае лицам, которые, лица, которые признаны органами следствия потерпевшими, имеют право на получение компенсации на любой, значит, стадии, путем предъявления обращения в органы следствия и удостоверения личности, и плюс постановления о признании их потерпевшими. В данном случае центральный аппарат, данные документы передаются в центральный аппарат, оттуда, значит, идет прямая компенсация средств. Хотелось бы обратить внимание лиц, ставшими жертвами уголовных посягательств, чтобы более широко использовали свои права и возможности на компенсацию этих средств. Тут надо отметить, что данный фонд является внебюджетным, пополняется он за счет средств, которые мы взыскиваем по приговорам судов в порядке принудительных платежей, в зависимости от тяжести и степени, ну, тяжести преступлений. Продолжение следует...